Проект SPVZ-100. Винтовка, которая была сделана для стрельбы в фильмах. Конструкция хоть и простая, но у ней есть пару серьезных нитроучетов. Сегодня мы ее замодим, добавим пару интересных фишек и увеличим мощность. Погнали! Терминатор пришел. Прежде чем мы сегодня начнем, хотя бы сказать, что если вы не видели первую часть, нажимайте верхний левый угол и посмотрите ее. Напоминаю, что на винтовке стоит оптический прицел, система с краником позволяет быстро продувать емкость, а двойной ствол позволяет быстро вставлять дротик. Терминатор пришел. Соглашусь с теми, кто написали, что ствол у нее очень короткий, но как я уже сказал, она была сделана всего лишь для стрельбы в фильмах. И помимо этого, ствол мы все равно поменяем. Вот ствол, который стоял с самого начала. И когда дротик наконец-то вставляется, ствол получается вот такой вот длины. Реально короткий. Его мы заменим вот этим. Труба та же самая, такого же диаметра, только вот длиннейшая раза в три. На ней также отмеряем расстояние, которое зайдет в емкость и также расстояние пропила под дротик. Но перед тем, как что-либо делать, разбираем старую конструкцию. В старой конструкции ствол держится в насосе и крепится всего в одном месте. Так что это мы тоже поменяем. Продолжая разбираем мы дальше и сам насос тоже снимается. На крышке насоса есть маленькое отверстие, через которое должно было выходить большое давление, чтобы емкость не взорвалась. Но емкость получилась намного крепче, чем я ожидал. И мне пришла идея закрыть это отверстие, чтобы повысить давление в емкости. Видите, тут давление выходит сзади. Итак, в первом моде я хорошенько протираю крышку насоса. Царапаю то место вокруг отверстия. И капаю туда капельку клея, чтобы закрыть отверстие. Но дело еще в самом штоке. Насос ведь воздушный и он не держит жидкость. И когда мы заливали спирт в винтовку, он спокойно протекал назад. Собирался сзади и при выстреле пшикал нам в лицо. Итак, я нашел оринг поменьше, который едва одевается на шток. На него потом одевается еще и заводской. И теперь, сколько бы спирта не заливали, он назад не проходит. И это у нас мод номер два. Еще одна проблема была то, что спирт пшикал не только с того маленького отверстия, но также по центру, в том месте, где шток сам вставляется. И чтобы решить эту проблему, я нашел оринг еще меньше, который заклеится на место, откуда пшикал спирт. И шток уже будет плотно ходить в нем. Так что берется суперклей и заливается то место. И теперь шток ходит в резинке. И это мод номер три. Далее на стволе рисуется размер дротика. И то место потом выпиливается. Смотря на старый ствол, мне пришла идея. А не чуть позже. На винтовке также не было приклада. Так что я взял вот такой вот кусочек алюминьки и обработал его на резинку металла. Отметив все нужные расстояния, я взял сверло и просверлил там отверстие. Три. Затем взял сверло побольше и расферлил те места. Это чтобы саморезы сели плотнее. Затем на бруске сделал ровную полоску. Для чего она, сейчас поймете. Туда вставляется одна сторона приклада, потом он вставляется окончательно и зажимается тремя шурупами. И обмотав это все дело тряпочной изолентой, у меня получилось вот это вот. Мод номер четыре. В этом моде разбирается пьезоэлемент. И подкручивается, чтобы он стрелял чуть сильнее. Затем все обратно собирается. Следующий мод это ствол. Обратно к той самой идее. Я порежу эту трубу на две части, а эта станет задом, а не передом. Еще один мод это крепление ствола. Для него я использую крепление для труб. На одном шурупе это все дело крепится к бруску, то есть одна сторона, а другая сторона зажимает уже сам ствол. Труба порезалась, и этот маленький кусочек вскоре запрессуется вот сюда. Он, насколько помните, раньше был передом, но теперь будет сзади. А второй кусочек трубы оденется с другой стороны и будет прикрывать то отверстие для дротиков. На резьбе с насоса накручивается новая герметизирующая лента, куда потом плотно накручивается санкранник. На самом насосе сзади также накручивается уплотняющая лента. Так как мы подняли давление, не хотелось бы, чтобы пробка вылетела. В насос проталкиваем обновленный шток. На тот оринг на крышке капаем капельку масла. И потом крышку проталкиваем сквозь шток и прикручиваем ее к насосу. Теперь насос полностью обновленный и рассчитан под давление, и более того, под жидкость. Проталкиваем шток сквозь диоптрии, а потом прикручиваем насос к грузку. Выстрел в свободный кусочек пенопласта на 96-м. И да, теперь для этой пушки требуются дротики из картона, потому что обычные просто разрываются. Ну что ж, на этом все. Все, спасибо за просмотр. Это был Альфомодс. Всем спасибо. Всем пока. Вот он, камераман. С сеткой. И, кстати, вот, многие спрашивали, как же крепится краник к насосу. На насосе... Кстати, многие спрашивали, как же я сделал крестик на прицеле. А именно, как приклеил сами волосинки и мешают ли они. Ну, во-первых, они никому не мешают.